друзья приветствую айнур из казани прислал образцы масла так нефть люкс пау 540 полнозольная так вот описание автомобиль масло это у нас volkswagen polo масло условия эксплуатации моточасы от часы примерно от 260 до 300 я посчитал средние 280 значит короткие поездки много прогревов преимущественно 85 процентов городская езда так вот в таком состоянии баночки оказались немножко пролились я почистил их подписал чтобы было видно ну и приступаю к созданию эталона обновляю спектр данного масла посмотрим что покажет спектрограмма вот такая спектрограмма видно что очень высокий уровень стр of 0 со 42 может быть 41 вот так ну если по аналогии смогла один то примерно 8 процентов стр of здесь я бы вот так оценил но кстати похоже на extreme так смотрите что намерил прибор по противоизносным присадкам 86 процентов кстати похоже на газпромовская из прошлого видео тоже там пониже полнозольная но уровень был пониже естественно гликоль когда присутствует эстеры гликоль скачет то туда то сюда то минус то плюс сажу выставлю в нули и ну как многие из вас знают когда большое количество эстеров путают прибор они совпадают по пикам там с карбоновыми кислотами и занижают щелочное и завышают кислотное поэтому я выставляю по заявлению производителя 10 щелочное ну и кислотное кислотное с учетом такого высокого уровня эстеров ну не знаю наверно 2 и 8 поставлю здесь уже такое на глаз честно говоря тут засомневался 25 хотя наверно многовато можно было 25 26 26 наверно правильнее было бы так сохраняем да там значит воды в свежем оказалось почему-то многовато но может быть баночка или как-то условия хранения все эталон создан можно приступать проверки отработки как я уже говорил это пола 1.4 mpi cgb мотор 86 сил пробег автомобиль 95 тысяч километров пробег на масле 5750 километров примерно 280 мот часов 85 процентов город и топлива тоннека 95 так смотрите противоизносных присадок 61 гликоля нет ни трава не достаточно высокая здесь уровень но видно что значит нарастает сажи семь сотых для бензинового мотора это многовато я считаю что не оптимально происходит процесс сгорания то ли форсунки может свечи что-то такое топливо не совсем хорошо сгорает соответственно это отражается на мощности и вот айнур написал что зимой стало хуже заводится скорее всего это связано с этим же так и смотрите значит кислотная ну на единицу выросла чуть больше за такой период хороший показатель но и щелочной 48 на половину можно сказать упала но небольшой еще запас есть единица здесь я все-таки думаю что это связано скорее всего вот с тяжелыми условиями и мотор как-то не оптимально работает что видно пассажи мое такое мнение может я ошибаюсь конечно так давайте посмотрим что произошло с вязкостью да видно приличное разжижение много топлива в масле но здесь уже скорее всего форсунки все-таки надо форсунки до чистить или снимать чистить или без съема помыть попробовать и конечно такое разжижение должно влиять на спектр в какую сторону непонятно только да не забывайте отметить видео подписаться кто не подписался нажимайте колокольчик вот так вы не будете пропускать новые видео и сейчас я покажу вам оценку ресурса в данном автомобиле в данных условиях у меня получилось что максимально по километражу это 6600 километров 322 мот часа но честно говоря не так много как хотелось бы но окисление вот по кислотному учитывая такое количество мот часов в принципе медленнее чем обычно идет по нитрованию 327 практически то же самое и вот по вязкости но тоже видно вязкость около 450 мот часов вязкость тоже быстро просел но это условие эксплуатации и в общем-то состоянии скорее всего топливной системы с этим бы конечно желательно разобраться посмотреть да по воде можете не обращать внимание я что-то тут а нет да вот сейчас посмотрел записи да значит я подкорректировал воду в свежем и воды практически добавилось 1000 ppm но это скорее всего вот эти короткие поездки вот ему кто пишет что у него по 4 по 7 поездок в день коротких вот не знаю успевает остывать мотор не успевает если успевает то это богатая смесь конечно что будет наливать топливо больше возможно это как-то такое количество топлива там влияет как-то на не сгоревшего на лямбду сложно тут не диагност я но в любом случае с форсунками желательно разобраться посмотреть в чем проблема потому что сажа высоковато ну а так вот масло данном автомобиле в данных условиях отработал так в общем то можно сказать что и неплохо учитывая стоимость вообще шикарно конкуренты ближайшие импортные на порядок дороже вот поэтому я считаю что достойная альтернатива импортным маслом интересно было бы посмотреть из других автомобилей как себя поведет особенно особенно может быть из тех автомобилей где в частности там экстрим эксплуатируется сравнить было бы очень интересно потому что масла по параметрам как-то похоже возможно здесь меньше пау за счет значит того что стоимость ниже вот но вот по эстером уровень в принципе где-то сопоставим вот такой получился тест благодарю айнура за предоставленные образцы за поддержку канала все кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока